Добрый день, меня зовут Александр, и сегодня мы поговорим о статье 12 Федерального закона о валютном регулировании и валютном контроле. А именно, речь пойдет о перечне разрешенных валютным законодательством РФ операций по счетам в иностранных банках. Мы разберем основные разрешенные способы зачисления средств на банковские счета физлиц валютных резидентов РФ. Согласно данной статье, на иностранные банковские счета могут быть зачислены средства из собственных источников, от других резидентов, а также от нерезидентов. Резиденты РФ вправе переводить на свои иностранные счета денежные средства от своих счетов, открытых в банках Российской Федерации. Такие переводы производятся при предъявлении банку при первом переводе, уведомлении налогового органа об открытии счета с отметкой о принятии. Также возможен перевод денежных средств на свои счета со счетов в открытых других иностранных банках. На иностранные счета могут быть начислены сумма процентов на остаток средств на таких счетах, денежные средства в виде минимального взноса, требуемого правилами соответствующего банка при открытии счета, а также наличные денежные средства, носимые на счет. А других резидентов на иностранные счета может быть зачислен. Перевод со счета резидента, открытого в Российской Федерации, а также открытого за пределами Российской Федерации, валюте Российской Федерации. Перевод иностранной валюты из Российской Федерации, не превышающей суммы в эквиваленте 5000 долларов США. Перевод одарения иностранной валюты из Российской Федерации в пользу близких родственников. На счета могут быть зачислены денежные средства, полученные от нерезидентов, выплачиваемые в виде заработной платы и иных выплат, если резидент выполняет свои трудовые обязанности за пределами территории Российской Федерации по заключенным с резидентами трудовым договором, выплаты в соответствии с решениями судов иностранных государств, выплаты в виде пенсий, стипендий, алиментов и иных выплат социального характера, а также страховые выплаты. Наряду с данными операциями на счета физических лиц резидентов могут быть зачислены суммы доходов от сдачи в аренду нерезидентам недвижимого имущества, расположенного за пределами территории Российской Федерации, доходы по ценным бумагам и доходы от передачи денежных средств или ценных бумаг в доверительное управление. Итак, мы разобрали основные разрешенные способы зачисления денежных средств на банковские счета физлиц валютных резидентов Российской Федерации. Необходимо помнить, что осуществление незаконных валютных операций за счет наложения страфа на граждан в размере от 75 до 100% суммы операции. Поэтому, если вы не уверены в своих действиях или у вас появились дополнительные вопросы, обращайтесь за помощью в юридическую компанию юрвиста, мы будем рады вам помочь.